Вот такой комментарий. Очень эффективно работает моя методика. И быстро. После общения с тобой чудеса в жизни. Да, друзья, чудеса – это мое второе «я». Это одна из моих ценностей – чудеса. На самом деле, что такое чудеса? Чудеса – это определенная степень знания. Например, для ребенка, рождение ребенка – это чудо. Что где-то откуда-то из маминого животика выходит ребенок. Для взрослых людей это вполне понятный процесс. Но я вам скажу, каждый раз, когда я задумывалась о том, как это происходит, клеточка с клеточкой, опять поделились, снова поделились, и опять поделились, и снова. И как-то эти клеточки все знают, что здесь будет сердечко, вот здесь будет косточка, здесь будет пальчик, здесь будет улыбочка, здесь будет вот это, вот это, вот это. Я не перестаю удивляться, просто не перестаю удивляться. Вот для меня это настоящее чудо. Для меня вот это чудо, когда из веточки маленькой бубочкой рождается, вот сейчас все цветет. И ты смотришь, еще вчера тюльпанчик был закрыт, и сегодня я вышла во двор, а все тюльпаны зацвели. И для меня вот это настоящее чудо. Вот как тюльпан знает, что он тюльпан? Вот как лилия знает, что она лилия? Вот как они не переопыляются? То есть в нашей жизни полным-полно чудес. Но тем не менее есть определенная степень знаний. Поэтому то, что для вас чудеса, для меня определенная степень знаний. Я учусь постоянно и регулярно, чему и вас призываю. В предыдущем видео я говорила о ценностях, о том, что мужчина и женщина соединяются в первую очередь на ценностях. И вот очень важно знать свои ценности, очень важно понимать свои ценности, потому что если ты соединяешь свою судьбу с человеком, ценности которого у вас не совпадают, вы будете несчастные люди. Если на первом этапе у вас хоть там постель как-то объединяет секс, и у вас бурный секс, и у вас все классно, то через неделю, две, три, четыре, особенно если ты голодный, у тебя секса не было год, два, три, четыре, и вот попадается женщина или попадается с мужчиной, и ты голос свой удовлетворяешь, а через какое-то время ты чувствуешь пустоту. Почему? Потому что тебе не о чем поговорить. У тебя разные ценности. Например, у меня ценность – это расширение. У меня ценность – это чудеса. У меня ценность – это быть в своем предназначении. Для меня это главная ценность. Поэтому мужчина, который будет моим, это тот человек, у которого приведены те же самые ценности. То есть для него тоже будет важно предназначение. Почему люди и пороются. Вот лебедь пороется с лебедем, волк пороется с волчицей, собака с собакой. То есть нам очень важно понимать, что мы все разные. Я только что закончила сейчас одну сессию. И... И...